Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж со мной не разговаривает со вчерашнего дня. Вечером вчера пришел с работы и спросил, пойду ли я к его маме. Я сказала, что не планирую нормальным спокойным домом. Он учел в спальню, закрыл дверь, хотя я готовил ужин. Потом, после моего приглашения, все-таки его с удостовол. Поел и спасибо не сказал. Весь вечер мы не общались, потом он сказал, что спокойной ночью я бы ответ тоже пожелала. И его спросил, мог бы он меня завтра встретить после работы вечером. Он меня проигнорировал и прятался. Спросил, что случилось или что значит такое поведение, та же самая реакция. Что это такое, как меня себя вести на такое поведение и что делать. Вообще, в первую очередь, я бы здесь обратил внимание на то, что как вы себя чувствуете в этой ситуации. То есть, вызывает ли эта ситуация у вас, например, в целом, допустим, чувство вины, например. Вызывает ли у вас, в целом, какой-то страх, какие-то опасения. То есть, вот как в целом вы себя чувствуете в этой ситуации. Это первое, что мне хочется спросить у вас. Потому что необходимо понять, на самом деле, чем продиктован ваш вопрос. Это прямо необходимо увидеть, чем он продиктован. Если вы хотите решить свою проблему, то это одно. Если вы хотите реально помочь как-то своему мужу, вот, это другое. Вот. И... очень важна здесь мотивация. Вот. Дальше. Ваша ситуация, она похожа на продолжение или квинтэссенцию какой-то другой, более глубокая ситуация, более долгой, более затяжного, если хотите, конфликта. То есть, есть такое чувство, что вот это более глубокая ситуация, ситуация, вот, которой вы оказались сейчас, да, более глубокая, более затяжная, сложный конфликт. А, вот. И, соответственно, нужно посмотреть, эм... так ли это или нет. А, вот. Абсолютно согласен и справедлив... эээ... и справедливо эээ... заметил эээ... коллега Кудрыщев Игорь Леонидович по поводу этой ситуации, по поводу этой ситуации, да, вот. Но, опять же, непонятно, эээ... в практике ли у вас такое, ну, то есть, на постоянной ли основе у вас ээээ... эээ... эээ... или нет. Если на постоянной основе это одно, эээ... если на... ээээ... ну, если это, вот, ээээ... скорее исключение из правил, то, как он себя ведёт, это другое. ээээ... Да, конечно, здесь есть... ээээ... 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 Проблемы... коммуникации. В первую очередь. Ага, вот. И... ээээ... я бы, наверное, в первую очередь, эээээ... 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 проанализировал бы, вообще, в целом, ваши отношения, чтобы понять, что происходит. И... посмотрел бы на то, вот... ээээ... ээээ... насколько вы... эээээ... 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 ээээээ... Что-то делать, что-то менять в себе и так далее, и готовы ли вы вообще что-то делать, то есть без опять же этой информации довольно сложно будет вам помочь. Дальше, что касается того, что это такое, на мой взгляд более-менее тут все очевидно, это какая-то личная проблема вашего мужа, который он пытается решать за ваш счет, судя по тому, что мы можем видеть, он пытается решать свою проблему за счет каких-то, грубо говоря, претензий к вам. Вот. Что с одной стороны далеко не хорошо, вот, потому что, ну, это довольно деструктивный путь, как мне кажется. Ну, а с другой стороны, опять же, мы не знаем, какие у вас отношения, вот. Потому что мне, например, показалось, что вы вроде бы и делаете, да, что-то для него, но вы ждете, тем не менее, от него какой-то реакции, то есть как будто бы вы вот об этой реакции, ну, может быть, в той или иной степени зависли. Вот. Поэтому тут в первую очередь нужно увидеть, как вы сами относитесь к этой ситуации, вот, как вы сами эту ситуацию вообще видите, и дальше уже, ну, основываясь на этом, как вы реагируете, да, на это, вот, уже дальше смотреть. Следующий момент, что делать? Что делать, чтобы что? То есть вот, тоже такая очень важная, важная штука, вот, то есть, ну, что делать, чтобы что, что делать, для чего? Вот. То есть, ну, чтобы он, там, не знаю, вас простил, например, да, ну, перестал обижаться, допустим, чтобы он, ну, свое поведение изменил и так далее. То есть, вот, это очень важный момент, что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что и что делать, для чего? Вот. Вот. Пока на эти вопросы ответы получены не будут, вот, тоже можно сказать, что довольно проблематично будет, опять же, много, достаточно много всевозможных контекстов. Вот. Так что, могу предположить, вот, могу предположить, что, у вас есть проблема со взаимодействием с его мамой, вот, какая-то проблема. Вот. То есть, надо как-то вот посмотреть, что это за проблема. Значит, ну, если есть, что это за проблема и посмотреть, как можно было бы ее решить. Такая история. Вот, пожалуй, то, что я мог бы вам сейчас сказать с точки точки зрения психологии. Значит, смотрите, ваша задача на данный момент сообщить о своих чувствах, вот, о том, что вы чувствуете в связи с этой ситуацией, вот, донести до него. Вот. И очень важно, очень важно посмотреть, как вас задевает то, что сейчас происходит. Вот. И разобраться с этим, чтобы, ну, не быть зависимым. от поведения мужа такого. Вот. Ну, и самое главное, это то, что для вас это стало неожиданностью. Вот. И это означает, что, возможно, своего мужа вы, ну, как-то вот знаете, допустим, не очень хорошо. Вот. Вот. То есть вам нужно его побольше, возможно, интересоваться им, да, вот, что его, что его беспокоит. и так далее. И какие у него отношения с мамой. Вот это тоже очень важный момент, вот, потому что если от мамы он зависим, например, то это одно дело, если это если от мамы он зависим, а если у него отношения, да, вот, взаимодействие с мамой, значит, ну вот, никогда не было на уровне то-то, что-то другое. То есть опять же нужно смотреть здесь. Вот как-то так. Я думаю, можно вам ответить. Сейчас. В этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты. которые вы хотели бы проработать, ну, с чего бы вы хотели бы начать. Вот. Если вообще хотели, ну, если вообще хотите начать, если вообще с чего-то хотите начать. И так далее. Вот. Единственное, вот единственное, пожалуй, с чем мне сложно согласиться с коллегой, это с тем, что вести себя, как будто ни в чем не бывало, порой сложно. И я бы, наверное, здесь провел бы некоторые различия между тем, чтобы сказать человеку о том, как вы относитесь к тому, что он делает, например. Как вы относитесь к тому, как он себя ведет, и тем, чтобы идти у него не попадут. Вот. А так, ну, совершенно очевидно, что это связано с его мамой. И здесь очень важно увидеть контекст, то есть как он связан со своей мамой, и как вы связаны с ними обоими, например. Вот. Я думаю, примерно так. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Продолжение следует...